Как любит говорить Дженаро Кантальда Hi lovely people from YouTube Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско Вы смотрите Кулинарную пропаганду Регулярно я встречаю в сети людей, которые испытывают прямо-таки мистический трепет перед блюдом, приготовленным в дровяной печи Ах, какие щи были в дровяной печи! Ах, какие пироги в ней получаются! Сегодня я хочу приготовить хачапури по-аджарски, используя для парочки мою обычную электрическую духовку А парочку выпеку вот в этой глиняной дровяной печи И в конце этого ролика вы сами получите возможность сравнить результат Поехали! Так как при приготовлении хачапури больше всего занимает подъем теста, с него и начнем Все пропорции, как всегда, укажу в описании видео Мука, соль и сахар, теплая вода и дрожжи Вымешиваем Совершенно не обязательно вымешивать тесто именно в таком миксере Кстати, обзор его плюсов и минусов я делал в отдельном ролике И для интересующихся в конце сегодняшнего выпуска ссылочку на него повешу Вымешать можно и руками, висеть надо в два этапа На первом просто до однородности, минут 10 займет Можно для вымешивания вот таким вот девайсом воспользоваться Однако осторожно, тесто достаточно густое, вымешивается не очень легко Не сожгите свою технику Ну вот, первый этап завершился Вполне себе такое более-менее однородное тесто Накрываю его полотенцем, чтобы не заветрилось И оставляю на отдых на 15 минут Чушь, конечно, никакой отдых тесту не требуется Эти 15 минут нужны для того, чтобы глютен в тесте окончательно набух Тогда при последующем очень энергичном вымешивании Он склеится в такие длинные нити, те в свою очередь образуют сетку Которая и создаст в тесте глютеновый каркас Глютен в муке 8-12% Собственно, по его количеству и называют муку сильной или слабой Почему? Да потому что чем больше глютена в тесте, тем мощнее получается глютеновый каркас И тем лучше тесто в последующем держит форму Тем лучше удерживает углекислый газ, выделяемый дрожжами То есть, чем сильнее мука, тем более воздушную выпечку мы можем получить Короче, пусть тесто отдыхает, а я пока займусь печкой Это у меня глиняная печь для пиццы У нее нет принципиальных отличий от русской печи Что я имею в виду, когда говорю о принципиальных отличиях? Ну, во-первых, и у русской, и у помпейской печи нет развитого дымохода То есть, дымохода с большим количеством хитро изогнутых колен Давайте растопим Я тут уже сложил дрова Вот это вот у меня апельсин, а вот это вот олива Продолжим И у русской, и у помпейской печи есть камера большого объема В которой, собственно, и происходит горение И у русской, и у помпейской печи горение происходит на глухом поду То есть, никаких классниковых решеток нет Пламя и продукты горения поднимаются вверх Облизывают поверхность свода Прогревают его и тянутся в сторону устья И у русской, и у помпейской печи есть загнеток Над которым располагается второй свод Собственно говоря, из которого и уходит дымовая труба Все прочие фетилюшки русской печи Ну, наличие там лежанки, всякие печурки С точки зрения приготовления пищи не важны И тут и там приготовление происходит от тепла, запасенного стенками печи И тут и там приготовление пищи происходит в той же камере Где горел или продолжает гореть огонь Ну, не огонь чаще всего, а угольки остаются, когда продолжают готовиться Однако, пока я болтал и перетаскивал камеры 15 минут прошло Вернемся к тесту Время добавить растительного масла И опять вымешивать Руками минут 5 Таким агрегатом минуты 3-4 на третьей скорости А в таком вот минуты полторы хватит Так вот, к чему это я? Про печи Как-то неделю мы с товарищами жили в Глуши, в Деренском доме Уехали на неделю на охоту Так вот, всю эту неделю я готовил в русской печи Ну, а здесь пеку вот в этой И всей разницы только в том, что эта печка гораздо быстрее разогревается Правда, и остывает гораздо быстрее Ну, и прогреть ее до температуры 420-450 градусов Гораздо легче, меньше дров я трачу Чем, представляете, прогревать весь массив русской печи Весь мой опыт использования таких вот дровяных печей Говорит о том, что каменная дровяная печь Имеет преимущество перед обычной бытовой духовкой Только в части очень высоких температур То есть при приготовлении пиццы на тонкой лепешке Она в такой печи, при такой температуре Пропекается за 40-50 секунд Реально за 40-50 И за это время нежные сырые начинки Ну, моцарелла, например Не успевают закипеть и потерять свой тонкий вкус и аромат Для любой другой выпечки Хлеба, пироги Для любых других блюд Ну, как запекание мяса Приготовление кашей Такие температуры не просто не нужны Они вредны Это я вам как косориакростроитель говорю То есть для всех остальных блюд нам нужны температуры Которые легко обеспечит обычная бытовая духовка Пока болтал и тесто вымесилось Смотрите Какое эластичное Обращаю ваше внимание Что разная мука Обладает разной способностью к влагопоглощению Поэтому запомните Какое оно сейчас по консистенции Видите, оно еще липнет к пальцам И тянется Но липнет не сильно И вот такой консистенции добиваетесь Скорректируйте по необходимости Количество воды Под вашу муку Ну, а сейчас Накрываю его полотенцем И отправляю в теплое место На час-полтора Надо дождаться подъема теста В два-два с половиной раза Если у вас дрожжи не очень бодрые То первый подъем может и два часа занять Теплое место Это у меня духовой шкаф Здесь сквозняков не бывает Прошел час Смотрите, как тесто поднялось Так, время первой обминки Обминки нужно делать совсем не интенсивные Буквально полминуты-минута И хватит Если руками, то несколько раз сложите И все Опять убираем на второй подъем Теперь минут на сорок Так Прошло еще сорок минут Видите, как оно поднялось Уже значительно сильнее За второй подъем Опять обминка Опять такая же аккуратная Так же не торопясь Итак, тесто подходит еще минут сорок А я пока займусь подготовкой начинки И тут И меня, и вас ждет облом Ну, нет в наших краях грузинских сыров От слова совсем Для хачапури-пажарски Нужен сыр, который впитал Хрустальный воздух горных вершин Который впитал прозрачные ручьи Гор Кавказа Ну, а я попытаюсь заменить Молодой меретинский сыр Моцареллой и фетой Жалкая попытка, скажете вы И будете совершенно правы Ну, что делать? Ролик-то я затеял для того, чтобы В первую очередь показать вам Разницу, если она есть Выпечки в дровяной печи И в обычной бытовой духовке Фета придаст начинке легкий такой намек На рисковатость и молочную кислоту А моцарелла будет отвечать за нежность И за расплавленность Ну, вот как-то так У меня есть полчаса времени На перестановку камер И на подготовку к формовке хачапури Полчаса прошло Начали Делю тесто на 4 части Обтягиваю каждый кусочек Осторожно, чтобы не выдавливать углекислый газ А теперь надо оставить в покое тесто минут на 15-20 Естественно, накрыв его полотенцем Чтобы не пересыхало За это время глютеновый каркас Натянутый, ну, клейковина Слегка ослабнет И растягивать хачапури будет гораздо проще 20 минут прошло Приступаем Формирую хачапури так же, как и пиццу Только и исключительно руками Никакой скалки Потому что скалка очень сильно уплотнит тесто И вы и близко не получите той воздушности Которую могли бы получить Вот так вот растянул А теперь скатываю края в лодочку Иногда в бортики тоже закатывают сыр Но тут кто во что гораст Отлично И сюда я отправляю начинку Разравниваю И Все то же самое Проделаю с оставшимися продуктами В печке сейчас 240-250 градусов Водички рядом плесну Чтобы атмосфера в печи была влажная От этого бортики лучше поднимутся А теперь отправлю вторую парочку в духовку Там у меня уже камень для выпечки Второй час как греется Все выпекается Однако тесто для хачапури содержит очень мало сахара И поэтому при выпечке очень слабо румянится Для того чтобы получить красивый внешний вид румяный Я приготовлю лизон с небольшим добавлением сахара Одно яйцо Чуть-чуть молока И чуть-чуть сахара И взболтать Вот этим я и буду смазывать хачапури Кстати, пойдем посмотрим, что там с ними Так, срочно пора вытаскивать А теперь смазать краешки лизоном И в печь буквально на одну-две минуты Чтобы яйцо только-только схватилось Но чтобы желток обязательно остался жидким Играет музыка И в духовке все то же самое Ну что, попробуем Как ходится отломить кусочек гортика Смешать с яйцом И попробовать Отлично А у тебя там что? Да отлично все Ты из духовки что ли ешь? Угу Ну и как? Да нет никакой разницы С дровяной печкой Просто геморрою больше Вот и я так думаю Ну вы поняли Дровяная печь Критично Только для пиццы Все остальное Прекрасно готовится В обычной бытовой духовке Спасибо за компанию Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!